Татьяна Гришина Татьяна Гришина Время истекло. Спасибо. И мы переходим ко второму отборочному конкурсу. Это конкурс «Красноречие». Как может свести дерево, если у него высохли корни? Так и здесь. Пока в царстве не будет должного порядка, откуда возьмется военная храбрость? Как вы относитесь к мнению Ивана Грозного? Татьяна. Здравствуйте, уважаемый Ариапак. Я полностью солидарна с мнением Ивана Грозного, ведь от политической организованности и от организованности власти зависит настроение в обществе, зависит военная мощь страны. И политически раздробленное государство не сможет противостоять каким-то нападкам, как это было, например, во времена Смуты. То есть каждый винтик в государстве зависит от политической власти, подобно листьям дерева, которые зависят от его корней. Спасибо. 35 секунд. Влада, вам слово. Здравствуйте, уважаемый Ариапак. Я полностью согласна со словами Ивана Грозного, в которых он сравнивает большое цветущее дерево с нашей великой державой, с нашей Россией. А корни, соответственно, с людьми, которые проживают на этой территории, начиная от крестьян и заканчивая знатными людьми. Как бы мы ни хотели, военные действия ведутся и в наше время. То есть эта проблема является актуальной сейчас. Если все люди будут стремиться к одной цели – действовать все сообща, то и военных действий будет меньше. Спасибо. 33 секунды. Анжелика. Здравствуйте, уважаемый Ариапак. Я не могу не согласиться с мнением Ивана Грозного. На воздействие листьев деревьев влияет внешние условия окружающей среды, какая-то поддержка питания корней. Также и на саму власть, и на военную оборону влияет поддержка, и духовные качества, моральные, поддерживают наших людей. Спасибо. Спасибо. 30 секунд. Итак, сейчас мы ждем решения Ариапака. Кто первым будет выбирать дорожку? Да, мы готовы подвести итоги. И по итогам двух конкурсов право первого выбора дорожки предоставляется Гришиной Татьяне. Татьяна, выбирайте. Зеленая. Зеленая дорожка. Право второго выбора предоставляется Шпеневой Владе. Желтая. Влада на желтой. Соколова. Соколова Анжелика по красной дорожке. На красной дорожке, как вы помните, ошибаться нельзя. Итак, первый огон. Три темы. Жилища, хозяйство, личность. Татьяна, выбирайте. Личность. Личность. Автор этого произведения пишет о своем заточении на берегу Ледовитого океана, месте Тундряном, Студенном и Безлесном, где он провел 15 лет в земляной тюрьме. Кто этот человек и как называется это произведение? Нет. Не знаю. Вы не знаете, кто провел 15 лет в земляной тюрьме на берегу Ледовитого океана и написал про это? Нет. Не знаете. Хорошо, вы проходите во второй этап со штрафным очком. Обращаемся к теоретикам. Добрыхотова Полина, школа номер 8, Углич. Я считаю, что это был протопоп Авакума, и он написал об этом в своем житии. А как точно называется его книга? Житие протопопа Авакума. Это была первая автобиография. Понятно. Житие протопопа Авакума. Уважаемый Ария Пак, как мы поступим? Достаточно. Можно дать орден. Это орден. Действительно, уже много веков. Эту книгу мы называем «Житие протопопа Авакума». Изначально она называлась «Житие протопопа Авакума» им самим написанное. Жилище или хозяйство, Влада? Хозяйство. Хозяйство. 1 июня 1648 года в Москве был растерзан толпой ярославец по происхождению думский дьяк Назарий Чистой. Когда его убивали, толпа приговаривала «Вот тебе изменник за соль». Что ставилось ему в вину? «Вот тебе изменник за соль». Что ставилось ему? Я могу предположить, что в то время соль была очень дорога, так как она вам добывалась в малых количествах. Может, он ее использовал не по назначению или… Можно поинтересоваться, как он ее использовал. Ну, раз уж вы это предположили. Даже представить трудно, да? Ну, хорошо. Этот ответ неверный. Вы со штрафным очком двигаетесь дальше. А теоретики, я надеюсь, дадут правильный ответ. Кузнецов Василий, лицей 2, город Рыбинск. Так, видимо, правильным ответом будет являться то, что был соляной бунт. То есть, был поднят акциз на соль, и, соответственно, народ был этим недоволен. И свой гнев он выразил как раз через то, что убил, ну, запинал, не знаю. А вот какое отношение ко всему это имеет Назарий Чистой? Наверное, он просто оглашал этот, ну, приказ, то есть, о том, что… Просто оглашал. Послушаем кого-нибудь еще. Послушаем. Да. Вы так уж так резко-то не садились, а вдруг-то… Поляков Сергей, школа номер один, город Рыбинск. Во времена правления Алексея Михайловича взяточничество достигло невиданных размахов. В основном в этом уличались высокопоставленные чины, в том числе люди, которые относились к духовенству, в том числе и диаки, которыми являлся человек, которого избили. И за что же его избили? За взяточничество, и в результате чего в стране пришлось поднять пошлину на соль. А вот таким образом? Ну, думаю, что нет. Нет, нет, нет. Давайте еще попробуем что-нибудь послушать. Рогожкин Александр, гимназия Микекина, города Ростова. Ну, возможно, ему уверялось вину то, что это он придумал поднимать тену на соль. Вот это точный ответ, но мы посовещались и думали, что и Василию, и молодому человеку можно дать ордену. Два ордена. Дело в том, что Назарий Чистый был инициатором вот этого соляного налога. Вы же говорили про акцизы. Это была как раз его идея, вот за это его и убили. И у нас осталась тема «Жилище». К 17 веку в России еще не научились делать листовое стекло. Поэтому окна в домах затягивали бычьим пузырем или заволакивали специальными деревянными заслонками. В домах бояр встречались косящатые окна. Что это такое? Возможно, это какие-то окна с закруглениями. Косящатые – это с закруглениями. Вы когда-нибудь видели окна с закруглениями? Нет. А косящатые? Косящатые. Ну, видимо, тоже нет. Ну, наверное, трудно признать этот ответ хоть в какой-то мере правильный. Вы покидаете дорожку, присоединяетесь к теоретикам. Пожалуйста, версия. Рогушкин Александр, гимназия имени Кейкина, города Ростова. Ну, возможно, это были слюдяные окна. Окна, в которые вставлял слюда. Ну, допустим, слюда. А почему косящатые? Ну, может, они изображения, то, что внутри искажали. Ну, 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 искажали, изображали. Изображение, то, что в доме происходило. Возможно, как-то так. А то, что в доме… Это когда заглядываешь в окно, то точно не знаешь, что происходит в доме, потому что изображение искажено. А почему, кстати, вот эти слюдяные окна искажали изображение? Ну, потому что, не знаю, наверное, слюда не такое уж однородное вещество. А к тому же окна-то косящатые. Да и косят. Косят они, потому что слюда-то как вставлено? Неровно. Неровно. Я бы даже сказал, судя по тому, что они косящатые, она вставлена. Косо. Косо. Только не для того, чтобы не подглядывали с улицы. А для чего? В целых декорациях. Я не буду вас мучить, потому что мы сейчас зайдем далеко. Я обращаюсь к Реопаку. Да, можно дать орден. Это орден. На самом деле, проемы для этих окон делались скошенными для большего освещения, а вставлялась действительно слюда, которая заменяла стекло. И у нас второй огон темы, второго огона – архитектура, наука и образование, литература. Выбирайте, Татьяна. Архитектура. Архитектура. В конце 17 века в России получает распространение новый стиль – московская или нарышкинская барокко. Этому стилю свойственна симметричность композиции и обилие декоративных деталей. А почему он так назван – московская или нарышкинская барокко? Возможно, потому что этот стиль ввела княгиня нарышкина. У вас второе штрафное очко. Вы проходите в следующий этап. Мы обращаемся к теоретикам. Пожалуйста. Добрыхотова Полина. Город Углич. Школа номер 8. Я думаю, что это связано с тем, что первое здание, построенное в этом стиле, принадлежало боярину Нарышкину. А где это здание было построено? В Москве. Ну, если московская барокко, то, наверное, в Москве. Итак, первое здание в Москве для Нарышкина или, наверное, по приказу Нарышкина. А, кстати, сказать, может быть, вы знаете, кто такой Нарышкин? Нарышкин – это приближенный к царю человек. Ну, понятно же уж, конечно. Знаете, там сколько было приближенных? Как мы поступим? Может быть, послушаем. Послушаем еще теоретику, а девушку сажать не будем пока. Мало ли чего. Давайте еще послушаем. Кирпанова Елизавета, школа номер 1, город Рыбинск. Я бы хотела добавить про то, кто такой Нарышкин. Это был брат Нарышкиной, а Нарышкина – это была жена царя. Какого царя? Алексея. Русского царя. Алексея. Ну и, соответственно, мать кого? Петра. Петра. И, соответственно, Нарышкин. Петру, например, кто? Не друг и не советник. Ну-ка, совета он, конечно, давал. Брат его, матери. Кем приходится? Дядей. Дядей. Речь идет о дяде Петра Первого, Льве Кириллча, Нарышкине. Московская и Нарышкинская барокко. Московская, потому что строилась в Москве, в первую очередь по приказу Нарышкиных, в первую очередь по приказу дяди Петра. Как мы поступаем? Мы дадим два ордена. Два ордена. Два ордена. А мы продолжаем. Выбирайте. Наука и образование. Наука и образование. В 16 веке русская православная церковь остро нуждалась в образованных священниках. Не хватало их и на Ярославской земле. В 1551 году Стоглавый собор постановил устроить в домах лучших городских священников школы грамоты, письма и церковное пение при подготовке кандидатов в дьяконство и священство. Однако эта мера не смогла удовлетворить потребности церкви в кадрах на местах. Какой выход был найден для решения этой затруднительной ситуации в 17 веке? Точного ответа не знаю, но могу предположить, что, может, звали людей из других государств. Готовить священников для русской православной церкви? Как-то вот не верю я в такое странное гастарбайтерство. Нет, не так решалась эта проблема. У вас второе штрафное. Обращаемся с вами на желтой дорожке, обращаемся к теоретикам. Кузнецов Василий, лицея 2, город Рыбинск. Может быть, государство ввело жалование для священников? Ну, то есть, какую-то зарплату, что ли, не знаю. То есть, священник получал государственную зарплату? Ну да, или... Нет, нет, иначе решалась проблема. Иванова Елизавета, гимназия номер 18, город Рыбинск. Возможно, были открыты наши местные церковно-приходские школы. На самом деле, все было гораздо проще. В 1666-67 годах церковный собор, исходя из факта наследования духовных мест от отца к сыну, постановил, чтобы каждый священник учил своих детей грамоте. Вот, и все, очень простое решение. И у нас Татьяна осталась одна в третьем огоне. Выбирайте тему, книжность или торговля. Книжность. Книжность. Известный писатель, потомок ярославских князей, отличавшийся удивительной самостоятельностью политических и религиозных взглядов, из-за чего он имел массу неприятностей, был сослан на покаяние в Иосифово-Локоламске и Троице-Сергиев монастыри. Один из его трудов получил название «Изложение на еретики и злохулники» и стал своеобразным воспоминанием о прошлом религиозном вольномыслии. В его 1300 стихах было зашифровано не только название трактата, но имя, отчество и прозвище автора. Назовите этого человека. Может быть, это Хворостинин? Может быть, это Хворостинин. Допустим, фамилия, наверное, да? А звали его, например, как? Правда, еще не выяснили, Хворостинин ли это, но уж для полноты ответа. Не можете вспомнить, как звали Хворостинина? Ну и ладно. Вполне приемлемо. Но это Хворостинин, это Иван Хворостинин. И вы переходите в четвертый огон. И это очень приятно, потому что у вас появляется шанс на победу на дорожке. Очень важно правильно выбрать категорию «Личность» или «Школа». Личность. Личность. Кто основал первую частную больницу в Ярославле? Нет идей. Нет. Нет. А жаль. А жаль, вы были в шаге от победы. Вы покидаете дорожку. Мы обращаемся к теоретикам. А теоретики из «Солидарности» тоже не поднимают руки. И никто нам сегодня, наверное, так и не скажет, что первую частную больницу в Ярославле основал Афанасий Иванович Лобанов-Ростовский. И у нас эпилог. Два вопроса теоретикам. Внимание. Тема торговля. После подписания Нерчинского договора в 1689 году ярославский купец Лузин стал активно торговать с этой страной. С какой? Орехфелья, лицей номер 2, город Рыбинск. Это страна Китай. Это страна Китай. И это орден. Лузин уже тогда знал, с кем надо торговать. И второй вопрос теоретикам. Тема школа. Какие изменения в общественной и культурной жизни московского государства сделали возможным открытие частных и государственных школ? Орехфелья, лицей номер 2, город Рыбинск. Выскажу предположение, что возможно было государством разрешено быть образованным не только духовенство, но и обычное население. Так, это интересно. А что раньше только духовенство получало? Раньше образованными были непосредственно только образование в монастырях получали. Только в монастырях. А теперь стало можно где получить? В городе, в посаде. Что будем делать? Ну, и мы думаем, что можно принять ответ правильный. Так, наполовину. Пол ордена мы дать не сможем, надо решаться. Орден. Орден, действительно. И это был последний вопрос и последний орден в последней игре третьего четвертьфинала. Мы прощаемся с вами, но ненадолго, до четвертого четвертьфинала, где мы снова соберемся в этой студии и будем выяснять, кто же самый большой умник и кто самая большая умница. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok